Друзья, привет! Меня зовут Илья. Я вам рассказываю про мобильные технологии, гаджеты, смартфоны и прочую ерунду. И вопросы политики и религии я стараюсь на канале не затрагивать. Это очень тонкие материи, очень тонкий лёд, под который невероятно легко провалиться и оказаться в такой грязи, что потом век не отмоешься. Сегодня, в этом разговорном видео, я всё-таки хочу затронуть тему политики и религии. Давайте начнём. Субтитры сделал DimaTorzok Я, в свою очередь, не симпатизирую Руслану ни как контент-мейкеру, ни как коллеге, ни как человеку. В принципе, мне не нравится то, что он делает и как он это делает. Но, говоря о защите чувства верующих, я вижу одну, наверное, даже не одну, но поговорю именно о ней сейчас, проблему. Когда общество сегрегируется на, как минимум, две части. Одна из них верующие, которые получают законодательно защиту своих чувств, и другая, судя по всему, неверующие, чувства которых никто не защищает. Я не говорю сейчас о том, что нам необходимо рассматривать законопроект о защите чувств атеистов, верующих в летающего макаронного монстра и прочую бильберду. Но все-таки, если человек называет себя верующим и требует, чтобы его права отстаивались на законодательном уровне, наверное, необходимо, чтобы этот человек был действительно верующим. Это нужно как-то проверять. Экзамены на верующих или что-то еще, потому что сегодня ты верующий, и твои права защищаются, а когда тебе это не нужно и не выгодно, ты не верующий. Получается интересная двоякая ситуация. Экзамены про верующих, наверное, я немножечко загнул, но я смотрел ролик, как человек, который называет себя верующим в зале суда на рассмотрении дела Руслана Соколовского, во-первых, не понимал, что такое покемоны. Соответственно, если он этого не понимает, почему это его оскорбляет? Что такое покемон? Я не понимаю квантовую физику, квантовая физика меня не оскорбляет. То же самое и покемоны, поэтому называть себя верующим, абсолютно не имея никакой базы под этим, просто потому что ты ходишь каждый день или через день в храм, это странно. Точнее, это не странно, это нормально, но когда речь заходит о уголовном кодексе и защите прав этих людей, вот тут нам нужно четко понять, как определять верующего от неверующего человека, который пытается им казаться. Долго, нудно, муторно, немножко сбивчиво, но все-таки я постарался донести до вас свою мысль относительно конкретной ситуации с блогером Соколовским. Вы знаете, я здесь имею сказать исключительно следующее, это моя жизненная позиция, и мне кажется, она правильная. Дело в том, что мы сейчас стали забывать, что такое честь, что такое собственное достоинство в погоне за этим самым хайпом. Сейчас YouTube хайпится на всем, причем реально очень многие контент-мейкеры, таланты, как еще этих людей назвать, которые делают видео на YouTube, действительно плюют на собственную честь и собственное достоинство, бросаются в такую грязь, просто вот ныряют в это дерьмо, и мне кажется, но блин, это как-то неправильно, нужно же всегда оставаться людьми в первую очередь. С другой стороны, если ты будешь оставаться этим самым человеком на YouTube, то ты в принципе нафиг никому не нужен, потому что если ты не хайпишься, у тебя не растут подписчики, у тебя не растут цифры просмотров твоих видео. Пусть эти видео не стоят ровным счетом ничего для человека, который хоть что-то понимает, а не просто бездумно втыкает в YouTube, чтобы потратить свое время непонятно на что, но цифры говорят об обратном, хайп на YouTube работает. Для меня это не то чтобы болезненная тема, просто моя позиция жизненная немножко отличается от того, что происходит вокруг. А вот закрывать людей в тюряшку только из-за того, что он пошел в церковь, половил там покемонов и, судя по видео, никому не помешал, вот это неправильно и это ненормально, это нездорово. Да, это достойно общественного порицания теми, кто причисляет себя к верующим. Те, кто не причисляет себя к верующим, в принципе, должны проходить мимо этой истории, но когда она приводит к тому, что человека закрывают в тюрьму за то, что он ловил покемонов в церкви, ну, ребята, ну, это неправильно. Причем у меня есть определенные подозрения, что служители церкви, настоятели этого монастыря и прочие-прочие готовы были пойти навстречу этому человеку, простить его, потому что православие и вообще христианство – это религия про прощение, про всеобъемлющую любовь ко всему вокруг, но общественность, вот в общественности всегда заключается основная проблема. Те, которых называют ПГМ-нутые, когда православие головного мозга, которое к вере и религии-то на самом деле практически никак не относится, они идут вперед, таранят все, вот его посадить, потому что он играл в покемонов. Мы не знаем, что такое покемоны, мы не знаем, как он помешал, навредил или еще что-то, но мы на всякий случай обиделись, и поэтому его нужно засадить, поломать молодому двадцати, по-моему, двухлетнему, достаточно глупому еще парню, что ж поделать, жизнь, но все-таки добиться того, что наши права будут защищены. Какие ваши права? Вы хотя бы поймите для начала, что вас оскорбляет, а уже потом неситесь рьяно защищать свои права. Нездоровая эта ситуация, нездоровая. Руслану желаю крепкого здоровья и с достоинством пройти те жизненные сложности, которые он, опять же, по своей же глупости себе создал, и в будущем не совершать таких ошибок. И универсальный совет всем — будьте умнее. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok